В Украину хлынули утопленники, так называют автомобили, которые по разным причинам оказались под водой. Потом их перепродают, в том числе и у нас. В следующем материале речь пойдет о машинах из стран Евросоюза. Там были серьезные наводнения в начале лета. Лариса Задорожная подробнее. Реки, вышедшие из берегов, покрытые водой улицы, затопленные автомобильные склады. Это то, что в июне пережила Европа. Наплыв машин с иностранными номерами абсолютно новых или пару лет назад сошедших с конвейера. Это то, что происходит сейчас на украинских границах. Уже на подъезде границы начинаются площадки для автомобилей. Здесь их разбирают или целыми грузят на лафеты, чтобы потом везти в Украину. Сказать, были ли эти машины в воде, по внешним признакам никто не сможет. Всплывают ли утопленники в Украине? Пограничная статистика счет не ведет, но цифры въезжающих машин – лучшее зеркало ситуации. Утопленников везут из Чехии, Германии и Австрии. Стран, которые больше всего пострадали от потопа. Бывшие наши сходу рассказывают, где покупают машины с подмоченной репутацией. Берлинская сторона, там дешевле можно взять машину. Схема проста. Салон отдает автомобили страховой компании. С ней договариваются перекупщики. С паспортом уже немецким, а менталитетом еще славянским. Давайте мы у вас выкупим эти автомобили по полторы тысячи евро за штучку. Страховая компания с условием соглашается. Единственное, что она продает по договору, это не как автомобили, а как так называемый материал для утилизации. Львовский рынок, 100 километров от границы. Некоторые машины покупатели обходят стороной. Смотрите номера, какие приезжают. Значит, это и есть утопленник. Боюсь, очень боюсь. Их говорят, что много уже завезли. Директор рынка показывает самое выгодное для серой продажи. Мы говорим про вантажные маленькие автомобили, которые переобладывают под легковид. Автомобили с горькой судьбой там покупают задешево, а тут продают задорого. Бизнес хоть и нечестный, зато выгодный. Колькоречный Audi A6 может стоить 3-4 тысячи долларов. Воно бы обходывалось тут, скажем, 1015 долларов. Свежая, из Германии, словно торгуют продуктами. Никто не признается, что товар залежавшийся, да еще и подмоченный. Краще брать честные машины, и тогда тебя поважают, и не набьют морду. Умельцы утопленников подсушат, подмажут. То, что машина долго плавала, трудно увидеть. Зато сразу услышишь. Опытные мастера дают советы. Прогрели машину хорошо, печка начала работать. В любом случае, если машина была утоплена, будет запах и будет запотевание стекол. По фарам. Надо обращать внимание, чтобы не было запотеваний внутренних. Если то, что автомобиль не ездил, а плавал, вы сразу не заметите, то через полгода почувствуется точно, когда электроника откажет. А это уже не подмажешь и не подсушишь. Лариса Здорожная, Игорь Антонюк, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интерн.